привет друзья сегодня с вами снова чигравый сегодня я хочу снять охоту на рябчика весной многие наверно сразу же возмутились что охотиться на рябчика весной нельзя я вам скажу что можно можно охотиться просто у каждого охота разная я его не собираюсь стрелять я его собираюсь подманивать и определять места его обитания чтобы осенью уже не тратить на это время весной рябчик хорошо отзывается на манок не нужно быть искушенным манильщиком повторять стопроцентно песню рябчика чтобы его подманить как это бывает иногда нужно сделать осенью весна нам дает возможность потренироваться о своих навыках подманивания рябчика и поиска его мест обитания сегодня я вам это хочу показать по моим наблюдениям рябчик предпочитает лиственные леса с сосновым или еловым подлеском где может легко прятаться от хищных птиц примерно такие вот даже загустевшие леса он в них легко летает он также любит вот такие вот бугры холмы поросшие лесом со старыми деревьями со старолесьем сегодня накрапывает дождь я заметил что для рябчика это не так критично нежели если бы был сильный ветер вот сильный ветер он точно не любит потому что сильный ветер во первых он плохо слышит и теряется ориентация ветер относит звук песни соперника либо самочки в сторону поэтому рябчик промахивается не любит он ветер не отвечать не летать а такого накрапывающий дождик для него не помеха у него пух и перья позволяет ему даже зимовать в наших местах на урале а уж этот дождик для него это фигня не страшно ваших не было ветра у меня два манка один который берет тряпчика издалека силовой и второй который работает на коротке манки за зиму расстроились звук выдают конечно фальшивый но это не страшно фальшивым звуком обычно работа манят маскируясь под молодых рябчик которые еще не освоили мастерство пения и на фальшивые звуки матерые рябчики легче прилетает их выманить легче если вы будете изображать идеальный звук взрослого рябчика он еще подумает вступать ему в драку или нет а фальшивыми звуками я легко в маню рябчика есть даже охотники которые манят таким коленом все два длинных звук сейчас покажу ну наверное это маскировка под самочку потому что у нее песня попроще хотя я встречал самочек который поют также как самцы просто у них немножко тембр другой вот еще лет рябчика где у меня обитает рябчик старый сосновый лес и с подростом молодым еловым рябчика здесь много сейчас если мы посидим вот здесь присесть день быть можно его посвистеть и кого-нибудь высвистеть у меня конечно сегодня есть ту я себе я обзавелся стулом для утины охоты вот у меня складной стульчик брал я его себе для утины охоты но она пролетела мимолетно и я очень успела пробовать вот сегодня взял она на охоту по рябчику потому что я тоже беру свой маленький складной стульчик иногда приходится осенью сидеть там до 30 минут выманивать у меня по крайней мере а здесь вот такая удобная лисинка сейчас я на ней поманим второе колено не получается мне где нужно говорить 5 петерилов то есть я маню так 5 5 5 петерилов примерно стараюсь вот это уже ближе было у каждой маню по-своему я маню так обычно я иду по тропе и делаю свисты через каждый метров 50-100 как только рябчик отзывается я иду в его сторону выбираю удобное место присаживаюсь располагаю свои вещи рядом оружие проверяю заряженный нет снимаю спид хранителя и жду рябчиком освистываю и в течение 10-15 там ну максимум там 40 минут высвистывал профессоров они подлетают здесь нет рябчика сейчас или он сидит не отзывается погода все-таки давит поэтому я пойду дальше вот как я и говорил вот он любит вот такие места вот в таких местах он гуляет по земле свободно собирает всякую еду которым попадается паучков жучков осенью ягоды и для него это самая такая благоприятная расположение деревьев многие звери у нас вот здесь любят такой лес он позволяет им быстро скрыться во время погони а здесь чувствую себя в таком лесу безопасно комфортно уютно и сытно чья-то стоянка кто-то здесь караулил кого-то с пивком вода скорее всего съел яичко конфетку съел рачок а и скипятил чаек вот на этой каркалыге и поджарил тебе поджарил себе сардельку я даже примерно знаю кто это анатолий сесть приветствую это он здесь был уж поверьте мне очень похоже но мы пойдем дальше искать рядчик иногда в лесу встречаются вот такие вот холмики обкопанные канавкой мне кажется это что-то связано с геодезией но не встречается то здесь то там вообще никакой нету закономерности если кто-то знает подскажите что это такое холмик примерно полтора метра в диаметре высотой где сантиметров 67 конечно рябчика проще всего выманить с утра то есть он на утрянке хорошо поет и вечером на вечерней зорке он тоже хорошо откликается и подлетает днем он вял отвлекая откликается делает перерывы на сон час я так понимаю поэтому днем его не очень легко выманить на себя сейчас уже день время полдвенадцатого на моих командирских и рябчик не отзывается неохотно ну к тому же еще дождь идет как говорится собак хозяин собаку в такую погоду не выгонит чё уж говорить о рябчике но сейчас покажу вам место где росла шульта сейчас я уже там нет вот она любит такие вот места внутри растет там есть кстати она но ее не достать нужно рубить дерево но я ради нее не буду рубить на нора есть свежая а здесь жили осы лесные вот их не соты остались там еще он сотина есть и эту нару скорее всего разорила куница потому что вот обгрызана все вон там еще соты есть вот а сам не нужно такое огромное отверстие они обычно летает маленькая куниза залезла и разорила у них соты они он заплеснили старые может даже двухгодичной давности куница любит так и за безобразничать а как Продолжение следует... 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 дома посмотрю смонтирую если получилось вы тоже его увидите я доволен день прошел не зря чего и вам желаю поднимайтесь дивана и давайте в лес но с вами сегодня был чигравы до новых встреч пока пока а